Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik. Я уже больше месяца играю с новым Apple TV. Мне эта коробочка очень нравится, и я хочу поделиться своими мнением с вами. Поэтому давайте начнем, и сразу хочу предупредить, здесь будет только интересное, всякой сухой информации не будет, личное мое мнение, то, что я думаю, что будет интересно вам, конечно, некоторые хаки для русскоязычного рынка. Но перед тем, как мы начнем, хочу всех пригласить зайти в музей Москвы, на выставку Smith, там мы подобрали очень интересные гаджеты, я думаю, что многие из вас найдут для себя что-то интересное, ну, и увидят те вещи, наверное, которые они до сегодняшнего дня видели только в интернете или по телевизору. Вся информация о выставке будет под этим видео, заходите, покупайте билеты, я уверен, вам понравится, ну, а теперь к эпизоду. Помните, в интернете шутили над каким-то умельцем в России, который приклеил два телефона вместе и сказал, что теперь батарейка у них работает в два раза больше? Так вот, приклеить два айфона оказалось очень смешным, пока Apple не взяли и склеили две Apple TV и сделали из них новую. Ну, практически. По крайней мере, физически она как раз так и выглядит. Хоть и сама Apple TV стала больше, мы потеряли один выход, и это оптический звук. Я думаю, большинство из вас с этого волновать не будет, но кто знает, знает, о чем я говорю. 4К мы от Apple не получили, я думаю, потому что это мы увидим в следующей коробочке и потому что еще все-таки рынок для этого не готов. Все остальное по подключениям осталось так же, и теперь добавился еще Wi-Fi AC. Уникальность и подход Apple заключаются вот в этом. Это пульт. Пульт сам выглядит достаточно обычным, но в нем есть несколько интересных вещей. Во-первых, у него есть тачпэд, который позволяет вам двигаться вот так вот по экрану. Также у вас есть раз, два, три, четыре, пять кнопок. У вас небольшой микрофон впереди, который позволяет вам общаться с Siri. Внутри у вас также акселерометр и гироскоп. С коробочкой он соединяется с помощью Bluetooth или через инфракрасный. Я вам сейчас расскажу, для чего. Меня очень порадовал тот факт, что сейчас пульт работает через Bluetooth и может так управлять коробочку, потому что теперь не нужно постоянно искать телевизор, чтобы его видел пульт, как это обычно работает с инфракрасным. При этом теперь они вам позволяют, если у вас достаточно умный телевизор, управлять некоторыми функциями, например, как звук напрямую через HDMI. То есть пульт у вас связывается с Apple TV через Bluetooth, а потом звук, скажем, вы меняете уже через HDMI, через обычное меню, которое у вас есть в вашем телевизоре. В случае, что у вас телевизор не понимает команды через HDMI, для этого они эти все оставили инфракрасный, который тогда будет разбивать эти сигналы на два разных способа управления. Опять же, все это будет происходить без того, чтобы вы что-то делали. Он сам будет переходить с инфракрасного на Bluetooth, в зависимости от того, что вы пытаетесь сейчас делать на телевизоре. Очень удобно работает перемотка. Тачпэд как раз для этого и был придуман, потому что теперь перематывать настолько просто и прибавлять и убавлять скорость перемотки. И самое главное, что я не знаю, как Apple это сделает, но даже сторонние приложения или даже файлы, которые вы скачаете откуда-либо, Apple сразу набирает достаточно скриншотов для того, чтобы в перемотке показывать вам эти скриншоты. Это происходит очень быстро. Это делает перемотку намного-намного удобнее. Один из самых неприятных моментов, это когда вы пришли домой, радостно открыли коробочку, подключили к телевизору, и здесь вы понимаете, что вам теперь все придется водить через этот пульт и прыгать по буквам. Обязательно вы сделаете ошибку, он вам скажет, что вы неправильно что-то напечатали, пароль или еще что-то, и в общем вы только час будете заходить в iTunes. Ну, конечно, не час. Но в любом случае здесь Apple это решили. Они, если честно, начали это делать даже с предыдущей коробочкой, но они это как бы никак не афишировали. А тут прямо когда вы открываете коробочку, он говорит, хочешь принести свой iTunes-аккаунт на Apple TV, поднеси свой телефон, вы подносите телефон, вся информация переходит туда, не нужно ничего вносить. И теперь можно сразу прыгать и начинать пользоваться коробочкой без всяких мучений. Конечно, некоторые вещи, которые вы делаете через пульт, Apple бы хотели, чтобы вы делали через Siri. Siri на сегодняшний день к нещатию на Apple TV не работает на русском языке, она работает на английском, и даже на английском она не делает так много, как бы хотелось. Siri поможет на сегодняшний момент показать погоду. Также Siri может вам рассказать, как ваша любимая спортивная команда вела себя за последнее время, спросить у нее, что она только сейчас сказала. What did she say? Как видите, Siri немножко перемотала назад и сразу включила субтитры. Достаточно удобно. Вы можете попросить у нее открыть конкретное приложение, перемотать вперед-назад, остановить фильм, и также попросить у Siri посоветовать вам, что посмотреть, и даже очень конкретно, что вы хотите посмотреть, и она для вас это найдет. Siri, find friends. Find the episode with Brad Pitt. Пожалуйста, я попросил у Siri, чтобы она мне нашла сериал Friends, она мне его нашла, и я говорю, слушай, а давай найди мне конкретно тот, где был Brad Pitt. Вот, пожалуйста, Siri это сделала. Это она делает очень хорошо. Но пока это работает только с фильмами, ну и также они добавили теперь поиск для музыки, хотя он очень слабый, пока вы можете только сказать, что вы хотите слушать. Вы даже не можете узнать, что сейчас играет, пока Siri этого делать здесь не умеет, и вы можете попросить у нее перемотать, остановить музыку и так далее. Не работать не с приложениями, и опять же, с фильмами это работает только в некоторых приложениях. К счастью, большинство из больших, которые у нас здесь есть, работают в Siri, это как HBO, Showtime, Netflix, Hulu. Также это, конечно, ищет у самих Apple в iTunes, но хочу заметить, что если вы скачали iTunes в фильме, он находится у вас на Hard Drive на компьютере, а Siri этого пока искать не будет. Так что работали вот как-то так. Поскольку мы все-таки уже давно живем в мире лайков, хотелось бы, чтобы после того, как я посмотрел фильм, или поиграл в каком-нибудь приложении, я мог бы сразу оставить лайк прямо на Apple TV, и чтобы Apple TV как бы собирала эту информацию конкретно от всех разных приложений, и смогла бы позволять Siri советовать мне конкретно то, что мне нравится, опять же, смотря через все приложения, которые у меня установлены. Мне кажется, что для телевизора это очень-очень было бы важно и интересно. Должен сказать, что больше меня огоршил, наверное, тот факт, что пульт не работает по такому же принципу, как работают новые iPhone, где можно просто кликнуть «Hey Siri!» и дать какую-то команду. Все-таки, наверное, пульт не тратит столько много батарейки, плюс он теперь заряжается через кабель. То есть я не понимаю, почему они этого не ставили, и что было бы лучше, чем управлять своим телевизором без того, чтобы дотрагиваться до пульта. Пока все-таки я пользуюсь больше всего тачпэдом, он очень, конечно, оказался удобным, плюс на него можно кликать. То есть все то, что, наверное, необходимо. Единственное, неудобно, конечно, печатать, потому что клавиатура сделана как-то по-дебильному, она идет просто в длину, и постоянно надо скроллать с одной или другую сторону. Также, если вы подключаете Apple TV в ваши Bluetooth-научники, в моем случае это Parrot, и на них есть функция Play и Pause, тогда вы можете включать и выключать проигрывание с помощью наушников, также поднимать и опускать звук. Это удобно, потому что тогда хотя бы руки остаются свободны. Теперь, наконец-то, приложение Remote работает с Apple TV, и можно также теперь печатать на клавиатуре, даже хочу заметить, на русском языке, через ваш телефон. А это, конечно, облегчает намного весь процесс. Навигация через новый TVOS стала намного удобнее. Во-первых, теперь у вас здесь есть Multitasking, который работает примерно так же, как он работает на ваших других iOS-девайсах, где вы можете выбрасывать приложение наверх. Это очень удобно, и вы можете контролировать, что у вас сейчас работает на телевизоре, если вдруг чувствуете, что уж слишком медленно работает Apple TV, хотя со мной этого еще пока не случалось. Также теперь намного проще доходить до менюшек, которые позволяют вам менять дорожку звука, добавлять субтитры и так далее. Это все теперь вытягивается сверху, тоже, опять же, чем-то похоже на обычное iOS, и там у вас появляются эти функции. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы иконки, которые сейчас у нас очень похожи на обычный iOS, были бы живыми иконками, поскольку все-таки здесь, опять же, у нас нету батарейки, это все время подключено к электричеству, и поэтому почему бы эти иконки не как-то сделать более живыми, чтобы они постоянно обновлялись, показывать какую-то новую информацию. Может быть, это Apple это и сделает когда-нибудь, но пока мне кажется, что они упустили момент. Например, для чего мне заходить в приложение, несмотря на погоду, если эта иконка могла бы мне сразу показывать без всяких нажатий. Конечно, сам тот факт, что сейчас ваша операционная система находится прямо на телевизоре, позволяет Apple и разработчикам, наверное, все-таки больше, делать всякие интересные вещи, которые до этого они не могли делать, потому что это был просто не телевизор. Например, у нас есть такой канал, как QVC. QVC это обычный канал, где у вас есть телемагазин, где постоянно вам что-то продают. Его на сегодняшний день смотрят, наверное, одни бабушки, которые не могут выйти в интернете. Но QVC выпустили сюда приложение для Apple TV, и теперь, когда вы смотрите QVC, их прямой эфир, у вас сразу по бокам появляются кнопки, где вы можете сразу заказать то, что сейчас показывают по телевизору, и посмотреть, что будут сейчас продавать дальше. Интересно, очень просто, это только начало, но я думаю, что это то начало, которое сейчас мы будем все больше и больше видеть, интегрированное во все подряд, начинать подкастов. Представляете, вы смотрите подкаст, вам там о нем что-то рассказывают, вот сейчас, например, и вы сразу могли бы нажать на Apple TV, чтобы купить Apple TV. Ну, в общем, понятная идея, да? Покупать то, что вы видите в конкретном видео. Интересно. Для тех, кто любит играть, выбор игр достаточно уже большой. Я это сравниваю с другими коробочками, которые у меня есть, как от Amazon или от Google, где выбор не очень хороший. Ну и самое главное, что поскольку пульт, в нем есть и гироскоп, и акселерометр, позволяет вам играть намного более удобно и, скажем так, более интересно в игры, которые они предлагают. Я играю в гонки, это то, что мне нравится, быстро сесть и поиграть. Здесь даже маленький пульт, без того, чтобы мне приходилось покупать для этого отдельный контроллер, хотя это можно сделать, он здесь работает очень хорошо, потому что, опять же, пульт используется как руль обычный, и у вас есть кнопки, на которые вы нажимаете. Если бы здесь не было акселеромета и гироскопа, пришлось бы использовать для этого или тачпэд, или использовать какие-нибудь кнопки, и, конечно, это было бы не так уже удобно. Опять же, для тех, кто играл в Wii, большинство игр чем-то напоминает именно эту приставку, потому что вы даже можете играть здесь также в теннис, ну и, конечно, этот рынок сейчас развивается, и я уверен, что мы увидим все больше и больше игр. Я уверен, что Nintendo очень даже серьезно задумывается о том, что они будут делать дальше. Будут ли они делать свои приставки, или все-таки они будут переходить на такие вот платформы и быть просто контент-провайдером. Конечно, мечта Apple — это заменить наши кабельные коробки. У меня кабельной коробки уже давно нет, и я к этому привык, но большинство людей все-таки привыкшие еще к обычному формату телевидения. Здесь все, конечно, зависит от контента. Смогут ли Apple набрать достаточно контента, смогут ли они уговорить контент-провайдеров, чтобы они разбивали эти пакеты, которые сейчас они нам продают, где у вас сразу идет пакет по 20 каналов, из них, наверное, 19 вам не нужны, и вы платите за все них. Это будет очень сложно для Apple сделать, но я уже начинаю видеть к этому какие-то шаги, которые делают провайдеры, как HBO, которые на сегодняшний момент их можно заказать отдельно. Когда-то HBO был только часть большого пакета, который нужно было покупать и платить с него большие деньги. Поэтому у нас это сейчас нечет меняться. С другой стороны, с российским рынком, из того, что я посмотрел, когда я заходил в русский App Store, там, конечно, все немножко похуже, но я нашел здесь несколько вариантов, которые, может быть, для некоторых из вас будут интересны. Поскольку вы можете устанавливать Plex на Apple TV, вы можете себе делать Plex-сервер, где вы можете установить себе плагины от, скажем, Soap4Me, вы можете установить плагины от сезона VAR. В общем, это все будет работать в вашей с Plex, вы сможете точно так же смотреть эти сериалы, и все это будет внутри одного приложения. Конечно, не так удобно, как это было работало, если бы это было отдельное приложение, но решение не плохи. Там даже можно смотреть некоторые каналы прямого эфира. Опять же, зависит от того, что вы найдете, работающий через Plex. Одно приложение, которое сделано очень хорошо, и оно сделано конкретно для русскоязычного рынка, это приложение каналы Дождь. Оно сделано очень хорошо, там очень понятно, как быстро прыгать между передачами, осмотреть прямой эфир, выбирать что-то конкретное по какому-то ведущему. Все сделано аккуратно, и мне кажется, что большинство приложений, которые делают такого типа контент, должны на них обратить внимание. Также заметны легкие намеки на умный дом, потому что я все-таки верю, что в какой-то момент Apple полностью ставит контроль HomeKit на телевизоре, но пока у вас есть такие приложения, как WeThinks Camera, где вы можете открыть это приложение, посмотреть все ваши камеры, которые у вас сейчас подключены, посмотреть, что на них видно, перейти с одной на другую камеру, и изменить некоторые функции. Таких приложений потихоньку появляется все больше и больше, и даже уже появляются некоторые, которые позволяют вам контролировать некоторые умные девайсы, но пока они сторонние, а не от самих напрямую производителей, как в случае с WeThinks. Опять же, мне кажется, что это только начало, потому что когда Siri полноценно сможет работать, и у нас там будет HomeKit, конечно, все это будет интригироваться намного лучше, и будет работать конкретно, как контроль вашего дома, они просто так переходят с одного на другое приложение для того, чтобы что-то включить. То есть, станет своего рода хабом. Apple TV продается в двух разных моделях, 32 гб и 64, стоит 149 и 199 долларов, по крайней мере, здесь у нас в США. Напишите, какие функции вы бы хотели увидеть в Apple TV, и поделитесь вашим мнением, если вы им уже пользуетесь. Огромное спасибо всем, кто смотрел, оставляйте ваши лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписались, и следите за мной на всех соцсетях, и, конечно, не забывайте смотреть качественный контент. Я побежал, всем пока и до следующего эпизода.